Пренебрежение нормами и процедурами при запуске квадрокоптера может грозить административной ответственностью. Поэтому прежде чем управлять беспилотником, говорят специалисты, нужно внимательно изучить правила пилотирования и регистрации. Чтобы парить, как птицы под облаками, просто купить хороший квадрокоптер недостаточно. Важно знать, как обращаться с ним по закону, чтобы не нажить проблем. Процедуру регистрации беспилотника компания «Муравленка-Медиа» проходит уже не впервые и на собственном опыте знает – все максимально просто и прозрачно. Мы приобрели DJI Mavic 2, у него вес 249 грамм. Раньше не надо было регистрировать, но в связи с изменениями законодательствами, все летательные аппараты с весом свыше 150 грамм должны быть зарегистрированы. Итак, первым делом технику нужно поставить на учет в Росавиации. Миновать эту процедуру могут лишь владельцы дронов, легче 150 граммов. Регистрацию можно пройти или через почту, или на госуслугах. На госуслугах это максимально удобно. Просто прикладываете документацию на летательное средство, фотографии на белом фоне, чтобы были видны серийные номера и вся информация, модель. И в принципе регистрация проходит достаточно быстро. После получения регистрационных документов необходимо приобрести поле страхования ответственности пилоту летательного аппарата. Следующий шаг – получение специального разрешения на полеты. Для этого нужно письменно обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В заявлении указать цель полетов, продолжительность этих полетов, место посадки и взлета, а также область выполнения этих полетов на территории города. Без оформления и регистрации беспилотника вы не имеете права выполнять полеты даже в зоне прямой видимости. За нелегальный запуск беспилотного воздушного судна предусмотрена серьезная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных от 100 до 150 тысяч, для юридических от 250 до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 3 месяцев. Если запуск беспилотного летающего аппарата без разрешения повлек по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. Если двух и более лиц – срок до 7 лет. На оформление всех необходимых документов у нас ушло не более недели. Зато оператор беспилотного летательного аппарата может спокойно вести съемку, не нарушая законодательство, чтобы показать зрителю летние пейзажи родного города. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.